всем привет с вами канал армор мастер сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель советского гражданского грузовика зил 130 от avd зил 130 советский грузовик среднетоннажного класса грузоподъемностью 5 тонн стал одним из самых массовых советских грузовых автомобилей выпускался почти 50 лет 62 года на базе этой машины было создано огромное количество модификаций ограниченными сериями выпускался не только в москве на зиле но также в новоуральске и в таджикистане автомобиль пришел на смену зис 150 агрегатировался v-образной восьмеркой и для своего времени был вполне современной машиной автомобиль производился не только для нужд народного хозяйства но также частично поступал в армию и отправлялся на экспорт таким образом данные грузовики расползлись практически по половине земного шара однако в 90-е годы производство машины столкнулась с определенными трудностями во-первых грузовик сам по себе устарел все-таки почти 50 лет производства это не шутки ну а во-вторых проблемой оказалось то что топливом для данной машины был бензин который потреблялся в очень больших количествах и соответственно в 90-е годы стал намного дороже чем в советские времена с этим упал спрос на автомобили производство становилось все меньше и меньше в конечном итоге она была закрыта а вместе с ним через некоторое время закрылся и завод зил инструкция инструкция а 4 формата достаточно крупная ну черно-белая но в целом мне кажется замечательно читаемая здесь никаких претензий начинается все с раскладки деталей по рамкам и с начинаем мы с прозрачной рамки здесь видите все стекла фары все показано единственное что да на одну рамку выведены и поздний и ранний вариант соответственно у нас здесь ранний вариант поэтому поздние световые приборы нам не понадобятся непрозрачная рамка с деталями рамы и кузова детали подвески двигателя интерьера различные мелкие детали кабины зеркальная пленка для зеркал шины из резиноподобного материала и облицовка радиатора здесь у нас ранняя версия которая шла если я правильно помню до 77 года у нее фара сверху и поворотник снизу на более поздней версии они поменялись местами и также вот эта часть поменялась на поздней версии у нас два ряда вот этих вот горизонтальных выштамповок и снизу одиночный разрез а здесь вот видите вот такой как бы двойной снизу и в один ряд идет полоса начинается все с колес с переднего моста к сожалению без доработок поворотным передний мост я так понимаю не сделать потому что вот эта деталь дана в один элемент а соответственно на прототипе вот эти части трапеции они подвижны и соответственно если у нас колеса поворачиваются то и вот эта вся часть тоже все ходит и угол между этими деталями меняется поэтому без доработок переднюю ось поворотной мы к сожалению не сделаем задний мост задняя ось ну здесь мне кажется все достаточно хорошо понятно и рама ну вот по поводу рамы я сразу скажу мне вот эта модель очень напоминает icm как бы все детали рамы отдельно поперечины отдельно вопросы взаимной перпендикулярности и ровности рамы они остаются исключительно на совести моделиста ну вот мы ставим перемычки ресиверы на задние рессоры и вот получаем такую конструкцию ну я напомню что лучше ее собирать на чем-нибудь не деформируемым не гнущимся типа куска стекла для того чтобы избежать перекосов потому что если в раме будут перекосы то и весь грузовик у нас получится кривой косой хотя на самом деле с учетом условий эксплуатации на самом деле перекосы рамы и на прототипах бывали ну скажем так ситуация это все равно не совсем штатно далее топливные баки аккумулятор установка этого добра на раму установка деталей под кузов установка мостов ну я думаю здесь все понятно далее двигатель двигатель v-образная бензиновая восьмерка пожиратель бензина ну в советское время это проблемой не было а вот вне советское стало наверное одно из ключевых здесь все достаточно хорошо показано фильтры навесное патрубки ну тут конечно приводные ремни толстоватые будут ну на самом деле если смотреть сверху это наверное глаза бросаться сильно и не будет детали коробки перемены передач и вот установка вот этого всего добра опять же на раму установка запаски карданный вал радиатор передний бампер ну я думаю что здесь даже как-то комментировать ничего не нужно все и так достаточно хорошо понятно выхлопная труба и мы переходим к кабине значит в один элемент со всеми ручками выполнена торпеда руль сиденья подкрылки элементы опять же брызговиков сиденья подножки ну тут как-то сказать это нечего мне кажется все вполне прилично вполне симпатично педали даны отдельно все в общем то хорошо далее установка светового оборудования фары очевидно прозрачные поворотники прозрачные крыша крыша опять же ранее с двумя лючками здесь я так понимаю у нас все правильно все как надо зеркала ну вот детали поводков вот этих вот зеркал в пластике конечно возможно толстоватый немножко ну посмотрим насколько хорошо они получились я так понимаю что стыки по кабине идут по швам на прототипе поэтому тоже большой проблемой какой-то у нас не будет да мы ставим заднюю стенку ну и да верхняя ее часть она скрывается под водородливом стык а по бортам она идет вдоль дверей тут в общем то претензий никаких кабины дверные карты сами двери стекла ну я думаю тут все понятно переходим к кузову кузов борта даны отдельно единственное что замки атлиты зацело поэтому если будем делать в открытом варианте надо будет этот момент учесть детали которые держат сам кузов брызговики ну посмотрим насколько толстыми они получились установка кузова на свое место и установка капота как опция предлагается сделать капот в открытом виде и его держатели тоже сделаны именно для открытого капота это в принципе неплохо либо вариант закрытого капота я кстати голову всю сломал на тему того откуда появляются буквы зил на капоте потому что впервые у нас капот в инструкции возникает я так понимаю на этом этапе раньше его у нас тут что-то не видно ли я просмотрел вот и эти буквы они у нас даны отдельно в пластике они есть они существуют на литниках но вот в инструкции этот момент упущен поэтому если что не расстраивайтесь буквы есть но в инструкции про них просто забыли и собственно вот машина в собранном виде ну зил 130 ранней серии что тут еще сказать ну и схемы окраски схемы окраски цветные со всех сторон все показано как красить ну краски мачете но я думаю что мы без проблем подберем аналоги вот но самое главное что все видно все понятно единственное что на мой взгляд для машины выпуском в три с половиной миллиона экземпляров можно было как-то побольше вариантов дать и опять же не только российские какие-нибудь кубинские там я не знаю гдр-овский ну какие угодно но увы вот я вижу здесь сходу только советские и российские надпись зил на капот дана тоже декалью чтобы сделать ее белой яркой даны шкалы приборов декалями это замечательное решение которое я двумя руками поддерживаю то есть принципе неплохо но вот только как-то маловато у нас зеленый вариант у нас синий зеленый но довольно странного цвета на самом деле потому что моем представлении они в основном все были светло-голубыми эти машины но допустим допустим и вот как раз вот он самый 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 распространенный вариант светло-голубой с белой облицовкой радиатора это у нас получается российские уже номера ну опять же я уверен что производители декали конечно подсуетятся и кучу всего нам предложат но хотелось бы видеть и в из коробочном варианте тоже побольше вариантов окраски и маркировки опять же на настолько массовую машину мне кажется это просто ну в обязательном порядке нужно пластик пластик светло-серого цвета в целом восторга сразу скажу большого не вызывает есть и легкая замылистость и легкий облойчик и небольшие смещения и повторюсь как бы все такое ощущение что сделано в формате бедненько но чистенько и как раз таки опять же напоминает именно icm-овские грузовики то есть вот какой-то вот на эти супер четкости супер изящности не то что как у райфилда но даже как у звезды ну нету ну вот нету вот мы смотрим ну давайте вот предметно поговорим например рессоры да вот где рессоры вот рессора да но идет заметный шов по рессоре совершенно такой безрадостный на на элементах вот с рифлением видите внутри облой да я так понимаю это какие-то элементы охлаждения здесь же у нас приводные ремни я понимаю что пластике их по-другому не сделать но все равно выглядит толстовато и грубовато вот держатели зеркал кстати вот они более-менее я понимаю что есть ограничение литиопластика но вот по держателям зеркал даже и неплохо ручки ну тоже вроде бы ничего да ну каких-то прям супер смещений нет но мелкие микрооблой и толстоватые питатели и небольшие смещения они присутствуют они присутствуют поэтому литье ну такой по эконом варианту к сожалению я даже сходу не могу сказать лвд это и лнд потому что в наше время граница между ними на самом деле весьма и весьма такая призрачная с внутренней стороны следы оттолкателей присутствуют в больших количествах и на рессорах и на радиаторе там посмотрим будет не будет видно но они есть многоразъемность ну как минимум на этой рамке нам к сожалению не завезли поэтому все так ну ну скромненько но переживаем рамка с деталями кабины ну по кабине все вообще в целом политью все примерно то же самое до каких-то откровений нет но вот единственное что скажу что по колесным дискам в целом неплохо болты показаны рельефность целом симпатично здесь каких-либо глобальных претензий я наверное предъявлять не буду но с другой стороны давайте посмотрим на рамку лобового стекла вот это у нее вот здесь вот вот это облой такой массивный такой хороший такой облой вот прям как в 90 на и это конечно не очень приятно следы оттолкателей тоже такая двоякая ситуация с одной стороны во многих местах они у нас прикроются да например там дверными картами там еще чем-то а с другой стороны вот например на этой же облицовки да или вот здесь вот в районе педалей вот смотрите тут попытаю сейчас вот они следы оттолкателей какие-то непонятные снизу бампера да много где тут кстати вот по крыльям тоже смотрите облой полез то есть литье не идеальное и надо к этому сразу быть готовым просто вот быть готовым к тому что если вы хотите сделать эту модель то вам придется бороться с облоем вам придется бороться со следами толкателей на видных местах особенно если вы капуца беретесь открыть и так далее и так далее и это ну не очень приятно переживаемо но неприятно литник с деталями кузова и рамы ну по поводу рамы я уже все сказал то что надо ее стыковать из множества элементов это не очень приятно то что у нас вот здесь вот на рессорах присутствуют заметные швы это тоже неприятно но с другой стороны в целом наверное переживаем а почему потому что в основном все это у нас скроется за элементами как там за колесами и так далее и так далее под кузовом и прочее по самому кузову ну замки приличные сам кузов на внутренних частях бортов утяжен и следов от толкателей явных не имеет они есть вот здесь вот в поперечинах ну их наверное не так заметно я думаю что мы найдем способ как их скрыть из того что мне не очень конечно нравится это утяжены на балках под кузовом вот здесь вот особенно вот прям видно прям прям канала да кстати если толкатели внутри рамы тоже хорошо видны но бог с ним опять же их возможно будет незаметно а вот это возможно будет заметно и здесь шпаклевать и шлифовать ну врагу не пожелаешь потому что опять же кругом множество мелкой деталировки поэтому как бы такое двоякое впечатление с одной стороны это зил 130 а с другой стороны нюансики есть опять же брызговики до толщина брызговиков почти миллиметр ну понятно что в жизни они были намного тоньше они конечно делались из такого толстого куска но не настолько толстого не 3 сантиметра все таки толщиной поэтому тоже руки конечно придется конкретно так приложить облицовка радиатора ну здесь я уже говорил ранняя версия фара снизу и один ряд маленьких горизонтальных отверстий внутри этих самых отверстий присутствует небольшой облойчик который надо будет аккуратненько убрать зашлифовать в остальном ну вроде бы симпатично и прилично вообще можно было наверно не жадничать и дать два варианта в одной коробке но вот ну вот так вот к сожалению так но если не брать этот момент то в целом неплохо пленка для зеркал немножко волнистая но переживаем у меня отчаянно отсвечивает как-то так попробую прозрачные детали ну в целом неплохо меня только вот немножко смущает то что по в дешному сделано в виде дерева и у нас получается лобовое стекло ничем не защищено очень аккуратно надо с ним взаимодействовать потому что если мы случайно как-то вот так вот его загнем то здесь поедут трещины по нижней части стекла в остальном ну вполне неплохо да надо будет покрасить лаками ну переживаемо ну и конечно для тех кто застал ту эпоху надо будет обязательно имитировать залитый в головные фары красный антифриз потому что в то время действительно практически все грузовики на щеголяли этим самым антифризом в фарах но это вопрос доработок а они здесь могут быть практически бесконечные но в из коробочном варианте все вполне неплохо шины шины из резиноподобного материала и можно было бы конечно поворчать но давайте просто посмотрим на боковую поверхность шины смотрите надписи маркировки рельеф да давайте посмотрим на беговую дорожку но мне кажется для резин это просто просто восхитительно то есть тут никаких претензий нет конечно можно поменять на там 3d печать на смолу но в данной ситуации мне кажется и из коробочные колеса просто замечательные я бы даже наверное из коробку оставил здесь никаких претензий ну и последняя декаль военные номера а может кстати даже нет это не военные это ранние советские черные с белыми буквами российские номера испытания буквы зил с окантовочкой что важно и шкалы приборов ну и знак качества ссср и ограничения по скорости ну могло бы быть больше и сама декаль конечно выглядит очень такой толстый подложка у него по видимости тоже толстенная ну посмотрим как переведется но в целом вроде бы неплохо могло бы быть и хуже и все больше у нас коробки ничего нет подведем итоги достоинства недостатки в описании я расскажу о своих впечатлениях впечатления несколько противоречивые ну прежде всего вообще как бы основа любой модели это конечно качество литья и по этому моменту есть вопросы и облойчик и заплывистость и не очень четкая мелочевка и так далее и смещение и следы оттолкателей в общем весь комплект весь комплект бюджетного литья здесь к сожалению к большому присутствует и если там декали там еще там травление прочее там ну можно докупить поменять то с этим мы сделать ничего не сможем нам придется с этим жить и это дорабатывать и приводить в порядок особенно если мы собираемся открывать капот или еще каким-то образом подробно это все демонстрировать с другой стороны с другой стороны на сегодняшний день это единственная модель данного прототипа прототипа ну можно сказать практически легендарного да я вот тоже вот еле сдерживаюсь от того чтобы себе такой не купить потому что в детстве я помню их огромное количество да и сейчас они еще бегают и кстати сейчас сто тридцатых зилов даже больше чем которые были в последующем выпускались с квадратной кабиной там их легендарное качество сборки но отдельно имеет смысл обсудить поэтому если нравится зил 130 и прямо вот не в моготу ну чё берем делаем обмазаем его травленкой там 3d печатью прочим 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 если есть время подождать то может быть есть смысл и подождать потому что у звезды недавно вышел 130 варианте ммз в сорок третьем масштабе и возможно когда-то звезда его отмасштабирует и в 35 либо сделает новую модель 130 именно в 35 масштабе и если это произойдет то я уверен что звезда будет поинтереснее и посимпатична поэтому если хочется ну надо брать надо брать делать как бы скрипеть зубами но прогрызаться если есть возможность немножко подождать я бы все-таки немножечко бы подождал вдруг звезда таки разродиться данным замечательным прототипом но в любом случае как всегда окончательный выбор исключительно за вами но если вам было интересно ставьте лайки чтобы в курсе новых выпусков подписывайтесь с вами был канал армор мастер всем пока